наш фотик замерз отключается покажу что мне заставка я покупал на украине когда-то она такая вот вставочка слаживается эти вот лепестки 2 туда и это слаживается и здесь отслаживается на маленько получается на льду хорошо стояла на лунке и не замерзала зимой а вот такую подставочку сделал спиноплекса размерами на 25 на 25 это подставочка замерзать даже 20 градусный мороз только чуть-чуть прихватывается за часа два за три и так можно ловить но сейчас я возьму живца остальные все мои ставки пойду выставлю на там походим половина чертика нахожу может акуня кого найдем так как одной рукой снимать неудобно где надо ставить дыхать в обе руки то уже выставлю потом покажу результат маршрутку не за день сейчас уже 12 дня так что говорить много не буду надо выставить процесс сам снимать одну вставочку я уже выставил глубина сейчас большая вода сильно поднялась будем вот вторую выставлять вот здесь за тонну более толстый наверно сантиметров восьмидесяти на топор там квадратные лунки такие рублю потом когда выставлю уже ставочки пойдем он туда на припять там видно крыгоход ледоход посмотрим красиво крыги так ходят обычно на мороз замерзая вот замерзая здесь летом вот мы состоим так вот была граница травы здесь приямок глубокий что поставим одну туда угол там где яма на выход идет здесь ставить не будем намерить то что все в кустах заросло за два года за три а вот здесь получается урез так идет кусты под под водой а сюда вот чистая вода мою съем и шука будет выходить здесь вот яма приличная такая находится шука будет выходить на мель покормиться траву вот на этом пути предстоят наши ставочки ну будем ставить дальше потом пойдем сходим туда смотрим ледоход и там поищем окуня выставил я флажки до припяти поснимать ледоход на дна лежит топор коза такая вот зеленая хотя хорошо ловилась на черный с глазиком с хосфора белым то поломались два крючка я взял такой воды конечно припяти много в этом году раньше здесь вот берег был те годы зимой а сейчас зима уже затопило все там вон дальше окуня ловил я это на и это устья уже с припяти ловил окуня раньше ну сейчас за два года позаростало много кустовых приманку вот так вот крыга возле нас плывет здоровая с веткой внутри умершийся если вы слышали то у нас на припяти понтон сорвало не думали что удерживать этими тросами ледоход вот такие вот резины это только-только она стала намерзать крыльпе еще немного когда морозом под два вот здесь на повороте это на поворот получаются резины однако поднялся ветер флажки там вообще стоят поснимаем ледоход из-за ледохода мы вот остались на острове жить чтобы добраться в райцентр жидко и с турова надо ехать или через пинск или через эти как его через морозы через калинкович это получается круг наверно километров 300 если туда и обратно даже больше там тоже через мост надо в озере ехать в том же из калинка если наверно километра около 400 если даже и тх доехать туда и обратно вот и плати налоги за дороги приходится ездить через такое расстояние дата не езжу где надо съездить разбрытость переберем сюда там уже по будками или автобусами короче получается просто влечь съездить если что надо так срочно долина повороте много-много крых конечно не весенний ледоход но когда замерзает только так все интересней чем по весне весной сюда особо добраться нельзя до точки где можно ледоход этот посмотреть затапливая на припяти ледоход красивый чистая вода сейчас немного поснимаем ледоход пойдем боку не поищу если конечно здесь есть когда мороз побольше до глядины только шуршат одна в одной и так вот повыбивало их сюда подходить движение не будем тут уже добрый получается дальше где трава то нормально туда уже глубина то есть вот то есть вот 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 все но вот вот сверху вот солнце низко на горизонте а все ищу получу поднялся ветерок посидим чашка до 4 дня посмотрим что на наши ставки клюня не клюня сейчас от их метров на 300 нахожусь 400 в том берегу ворон слышно карки раньше здесь много рыбы было сейчас непонятно куда она поделась из-за этих арендаторов по выбивали все здесь заливные луга вокруг в этом году если много воды пути на кириды не растится хорошо выделить лишь бы летом не упала опять до самой одной гидрофорта немного приблизил то получается далековато съемка а так вот приблизил так близ к людей наплывал просто у меня верно ветер вот здесь вот на самом повороте вода чистая с малой резки вытекает надо теплая уже лед стал чистая вода и ветер от меня так она получается что льдина больше здесь открыто пространство так льди не сдула и вот там дали много льда на горизонте сейчас подплывет возле берега близко плывет посмотрим дина у меня на фотоаппарате международный шелест льдин Руки уже подмерзли. Ради такого кадра можно и померз. Тальтина медленно подплывает. Пройдёмте на неё ещё. По куда надо, надо наплывать. Полчаса тальтина. Не нырнулись. В траве бывает не замёрзшая. Такая вот трава сухая. Призрастает. Не знаю, сейчас окон где находится, чтобы его половить. Или на чистой воде в зарогах, или по траве разбрившись. Так как его в руке пусто почти так найти. Тяжковато будет. Вот она льдина эта здоровая. Возле нас проплывая рядом. Буквально десять метров. Такая вот льдинька хорошая. Сначала. Вот она идёт. Сначала. Вот она идёт. всё. Чтобы видно. Чтобы было. Льдины пошли. Лёд всё потрескивает. Наверное. Или вода падает. Или подымает. Наоборот. вода падает. Попробуем. Возьми. А что. Воды пошли. Просто подробиваем. Вода идёт вверх. То вниз, то вверх. Бывало рассказывали, что течение даже обратное было. с Припяти в речку нашу малую. Стрига называется. Даже обратное сечение забивало раньше, когда забивало рыбу. Сейчас, покуда что, в одну сторону идет. Вот такие льдинки. Ладно, пойду немного рыбы половлю. Лежу окуня на реке. Сходим в флажки и посмотрим. Дошел до наших флажков. Ничего нету, покуда. Тишина. Вот сидел здесь вот в лунке. Ловил эту козу. Ничего не смотрел я. Даже и признаков рыбы нема. Погода то хорошая, а рыбы ноль. Вот здесь наши флажки. Пойду вверх по течению, пойду. Там старая баржа затопленная. На барже посмотрю. Вот так вот хранятся жилцы мои. Остатки. Ой, скользко. Я прорубил полонку. Туда ведро вставил. Думаю, вытащим. Не замерзнет сильно. Я так вырубил по краях. Пускай флажки стоят. Пойдем к барже рыбу искать. Летом тут вот берег бузя иду. Раньше тут сияни мерами было это. Здесь лес заготавливали, сплавляли. В советское время. Как советское? Наверное, годов около восьми. Как закрылось только. А то их еще пилили здесь. Ну уже не сплавляли по реке, конечно. Ничего. Мы пилили, спилили еще лес. А потом уже закрылось все. И осталось много-много еще затопленных. Колод, пачки целые связанные. Здесь и держится и штука, и окунь, и другая рыба. За последние вот два года все полдавали. Здесь вот зарожек небольшой такой. По руслу. С ямочкой может попробуем сейчас. Много дырок набьем. Вот что в хлюне. Там пойдем вон туда. Далеко угол. Там баржа затоплена. Из-за рог получается тоже глубокий. Там окунь крупные водятся. Проверим. Ну сейчас тут гляну. Потом туда пойду. На плашках тишина. Туда возвращаться покуда не будем. Ну вот, прошло у нас уже три часа. С тех пор, как мы поставили наши вставки. Так, ни одной поклевки и не было. Даже не попробовали штуки. Вот это мы первые ставили. Эту вот. Посмотрим. Что творится по ней. Ну, замерз ледик небольшой такой. Сейчас мы его разобьем. Когда снег лежит на льду, так он не замерзает. То, что пеноплекс получается плотно прилегая к снегу, ко льду. Получаться нема там этого доступа воздуха сверху. И лед не намерзает совсем тогда под низом. Ну вот так вот. Немного намерз. Так за это время и не клюнуло ничего. Походил я по округе. Рыбы ноль. Подо льдом, наверное, пусто. Думаю, вот уже буду собираться домой. Три часа дня уже. Ни одной поклевки. Не выплюнула, не попробовала. Так что... Буду я все это дело скручивать. Поеду домой. Может потом уже немного к снегу навалить. Съезжу на Припять, на старые затоки. Может там поезде поискать рыбы. Куда что. А здесь, покуда что, рыбы нету. С весны немного было наплыло. Здесь все выловили. Такая вот у нас тут округа. Это получается пойма Припяти вот. С той стороны, куда мы сейчас идем. Там старик за этим вот кустами. Старик идет, а там новая Припять. Когда делали мост. Старую... Старое русло заглушили и пустили новым путем. Там он дали... По промой так. Сейчас собирается обратно пустить. Старое русло. По старому. Вернее новое по старому уже. И буду делать мост. Ну это покуда они начнут делать так наверное. Пять год пройдет. А то обещают к марту уже будет временный мост стоять. А не насыпали даже и дороги толком. Все затопило кругом. Еще минут пять вот похожу. Да поскручиваю и все, да поеду. Дома по столярни сейчас можно. Наши ставочки. Полярно решаю что нибудь поделаю. То что гляжу без толку тут сидеть. Хотя бы какие нибудь ложные сработки были. И то интересно. А то не ложных. Не с результатом. Ледоход посмотрели. Отсюда видно. Но так слабенько. Хорошо что хоть на ледоход посмотрели. И то интересно. Думаю на этом уже будем заканчивать. Нет что-то снимать. Больше. Когда поедем в другое место. Может там поинтереснее будет. Погляжу по спутнику. Где прилегающие есть водоемы. К Припяти. Вниз по течению. Да может туда прокатаемся. Там рыбы побольше будет. То что там людей меньше. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До свидания. До свидания. До свидания.